Согласно постановлению мэрии Наринмара, поставщикам тепловой энергии необходимо обеспечить подачу тепла 4 сентября. Среди таких поставщиков наиболее значимым является предприятие объединенных котельных и тепловых сетей ПОК ИТС. По словам его директора, полная готовность к началу отопительного сезона была достигнута к назначенному сроку. Мы готовы были включить отопление, так как у нас прошли уже пробные топки на всех котельных 31 августа. Но мы, почему еще сейчас не все дома подключены к системе отопления, потому что не все управляющие нам направили обращение по поводу готовности систем отопления в жилых домах. Внутри домовых систем? Да, внутри домовых систем. Мы имеем право подать теплоноситель только после того, как будем оповещены, что внутренняя система отопления готова к приему теплоносителя. Необходимо понимать, что не все целиком и полностью зависит от предприятия, поставляющего тепло. И поэтому с вопросом, если что вдруг обстоит не так, надо обращаться в первую очередь в свою управляющую компанию. Работы по модернизации котельных, как убедилась наша съемочная группа, ведутся постоянно и будут продолжаться. Однако на нормальное прохождение отопительного сезона это практически не оказывает влияния. Фигурирует пять мероприятий, которые на сегодняшний день выполнены на 80%. Но это не значит, что не будет подано тепло в те или иные дома. Отработано у нас все так, что тепло будет подано вовремя, только будут кратковременные отключения на время врезок. Констатируем, отопительный сезон в Наринмаре стартовал в рабочем режиме. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, телекомпания «Север». Продолжение следует...